Всем привет! Меня зовут Константин. Это видео для конкурса FlashGam. Сейчас я расскажу об игре Jibbitz. На самом деле у этой игры пока еще нет названия. Jibbitz это рабочее название. Игра еще не вышла. Эта игрушка представляет из себя компиляцию всех игр серии Jibbitz. Их было 7 штук. Я выбрал самые крутые, на мой взгляд, фишки и собрал все в одну игру. Ну посмотрим. Настройки. Обычно, мультиязычные. Магазинчик, ачивки. Играть. Игра поделена на уровни. Всего в игре их 160 штук. Уровни поделены на паки по 20 штук в паке. Чтобы открывать следующие паки, нужно собирать звездочки в уровнях. Ну, в общем-то, это стандартная схема для iOS игр. Чтобы открыть второй пак, нужно 10 звезд. Так, посмотрим, собственно, на игру. Так, первый уровень. Лук повешенный. Целимся, стреляем, спасаем. Вот такая незмысловатая идея. Если мы не покалечим повешенного, то нам дадут звездочку. Вот эти звездочки нам надо зарабатывать. Вот. Ну, как правило, не покалечить не получается. Получается, что вот такое. По игре, по уровням разбросаны монетки. Вот я сейчас подберу монетку. Оп. За них можно покупать всякие ништяки. Причем, монетки невозобновляемые. То есть, если я буду переигрывать от этой туре, то монеток уже все. Я ее собрал уже. Таким образом нельзя переигрывать уровень и зарабатывать монетки. Так. Следующий. Интересный. Посмотрим. Так. Новый объект. Штучка, которая, если в нее выстрелить, бонус такой, который порождает стрелы. Самые первые части Джиббитс. Такие штучки используются. Вот. Ну, в первом наборе уровней, в первых 20 уровнях, объясняются, как бы, основы игры. Монетки всякие. Базовые элементы, типа телепортов, порождателей стрел. Всяких прочих ништяков. Вот. В следующих наборах уровней, сейчас я их открою, наборы уровней тематические. То есть, вот в первом вводятся базовые, объясняются базовые понятия, а далее начинаются тематические уровни. Вот второй пак, он посвящен вот такому бонусу, щит. Вот, я его беру и висеники не даматжатся. Вот, я стреляю по ним, им ничего. Вот, а если бы я без бонуса пальнул, человечку бы досталось. Ну, в общем-то, большинство уровней не требует того, чтобы висеники остались совершенно неповреждёнными. На. Сейчас я играю на iPad, но игрушка будет доступна для всех возможных платформ, до которых я дотянусь. Всякие андроиды, iOS. Ну, вот. Ещё один уровень со щитом. Если я пальнул сразу так, то человечка нашпигует просто. Обычные игроки, я вот так обычно и делаю. То есть, нашпиговывают, нашпиговывают, стрелами развлекаются таким образом с жестокостью. Так. В третьем паке появляются стрелы, которые пролетают сквозь препятствия. То есть, вот мне надо пальнуть в такой вот бонус. Оп. Лук начинает светиться, и звёздочки вокруг него, и можно... Одна стрела будет пролетать через препятствия. Вот. В четвёртом паке появится хитрый бонус, ножниц, который спасает случайного повешенного. И хитрость в том, что нужно планировать последовательность спасания человечка. То есть, вот, например, на этом уровне, если я сразу пальнул бонус, опа, спасся левый висельник, и вот эту вот мадмуазель я уже никак не помогу ей. То есть, мне, чтобы стопроцентно быть уверенным, что я пройду этот уровень, я должен сначала спасти левого, потом правого, и только вот это вот не даст... только потом пальнуть бонус ножниц и спасти вот эту недоступную даму. Вот. В пятом наборе уровня появляются мереницы. ну, это фактически на геймплей они ничего нового не добавляют, но здесь вот такие просто помехи на него мешаются. То есть, нам нужно подгадывать момент, когда стрелять на тебя. Вот. В шестом паке появляются такие порождатели стрел на тот индикатор. Если индикатор на минимуме, стрела полетит слабо, а если на максимуме, полетит сильно. То есть, надо подгадывать момент в общем-то, подожду, чтобы он посильнее вылетел и пройду промазал. Монетку пока подниму. Так. Оп. Все. Так. Ну, наверное, надо показать магазин. Игра типа притоплейная. Ну, или типа, потому что понятно, что как бы в пазле притоплей прицепить особо не к чему. Ну, тем не менее, тут есть что купить. Сейчас я получу бесплатных монеток на халявку. В этом билде можно так делать. Так. суперстрелы. Ну, это аналог Mighty Eagle, то есть, притюры, не проходя его. Анлок паков и уровней. Дополнительные стрелы. Сильно ломают, кстати, баланс, поэтому они дорогие. Вряд ли кто-то купит без и Napa, просто собрав монетки, и луки. Луки имеют особые свойства. Вот, допустим, эльфийский дешевенький куплю сейчас. Покажу. Здесь вот я купил эльфийский лук, я стреляю, оп, и остается такой как бы след. И если я стреляю вот далеко, допустим, вот куда-то туда, то будет немножко, на самом деле, действительно, очень немножко легче попасть. Так. Какой-нибудь еще. Вот. А есть дорогой, читерный, абсолютно лук, который так показывает траекторию, но, на самом деле, даже с таким луком попасть не всегда просто, поэтому ничего страшного с балансом не происходит. Вот, допустим, сейчас не очень просто попасть в телепорт. так, в седьмом паке появляются аптечки, ну, можно догадаться, что аптечки просто пополняют жизни висельника. Так, в этом уровне нет аптечек. Пойдем суперстрелой. Так, ну, вот, аптечка, то есть уровни с аптечками задизайнены так, что их проходить, они в основном на меткости, они на пазловой с такой, и аптечка может помочь. То есть обычно много стрел, и не хватает просто времени, а вот как раз аптечке дает такое дополнительное время. Таан. Сейчас куплю купидонский лук. Так, купидонский лук не дамаджит повешенных. Очень полезная штука, если проходить на звездочку. Так, и восьмой пак. Он похож на пятый пак. Тут тоже как бы геймплейно ничего особенно нового нет. Такие платформы они ездят, мешаются, и иногда они толкают какие-то предметы. На этом как-то построен геймплей. Так, а что еще нужно сказать? В конце каждого пака есть уровень помечен таким желтым цветом. Это мини-игра. всего по игре три мини-игры. Вот это защита от овец. Овцы будут идти с правой стороны экрана. Я их буду мочить при помощи стрел. Вот, и нужно отстреливаться от овец, чтобы они не добрались до сена и не сожрали его. То есть вот так разнообразит геймплей. Вот. Кроме того, есть бесконечные режимы для этих самых мини-игр. Вот они залочены, их тоже по джинаме дешевые. Сейчас покажу еще одну мини-игру. Мини-играс с грифами. грифы вылетают слева и справа. Так. Влетает, я их должен отстреливать. Вот, если вылетает такой вот с бомбой, то его нужно подбить в первую очередь, потому что если он пролетит до края экрана, то игрок проиграет. Вот. Ну, а бесконечные мини-игры поделены на волны, и в общем-то в них можно играть бесконечно, они постепенно ускоряются. Игровой процесс такая. Игра на очки. То есть нужно будет посередоваться с друзьями. Вторая волна, они чуть-чуть быстрее начнут лететь. Там, ну, я как опытный игрок могу играть почти бесконечно. Почти. Волны до седьмой. Что-то еще можно показать. Ну, ачивменты, да? Ачивменты, в общем-то, все понятно. Ачивменты как ачивменты. Такая. Так, если это видео случайно посмотрит каким-то чудом, занесет издателя глянуть вот, то для издателя информация, что мы ищем издателя, пишите мне. Так, ну, наверное, это все. Пока.